Я глубоко приветствую вас, мы маленькие любители фотографии. В этом видео мы с вами поговорим про самую крутую линзу, которую вы только можете себе купить. Под линзой я еще имею в виду и объектив. У меня в руках старенький добренький Canon 5D Mark II и у меня два Canon 5D Mark II. На один я сейчас записываю видео, а на другом я делаю фотографии и у меня в принципе в коллекции не так и много объективов. У меня чужой объектив 40 мм 2.8 и вот этот объектив, который я себе купил 28 105. Это самый обычный объектив 28 105 мм на полный кадр от Canon, который себе можно только представить. По-моему, даже первой версии, хотя это... нет, второй версии. И вот чем он хорош. Что нужно знать по технической части? По технической части очень простой устроенный объектив. У него есть ультразвуковой мотор, стабилизации нету, она отсутствует, кнопка включения-выключения ручного фокусировки и автофокуса, шкала, что довольно-таки редкое сейчас явление глубины резко изображаемого пространства и трансфокатор. Вот так вот он выезжает, такой вот маленький, компактный, легкий зум объектив и при этом обладает вполне себе очень хорошими оптическими свойствами и картинкой, не боюсь этого слова. Если говорить про конструктив, то эта линза легкая, пластиковая, фантастиковая и так случилось, что я уронил свою камеру, уронил на объектив и у меня теперь очень легко снимается вот это пластиковое кольцо. В общем, оно больше там не фиксируется, но тем не менее, линза не развалилась, объектив продолжает фокусироваться, выполняет свою функцию и мне этим несказанно радует. Если бы я уронил какой-нибудь 24-105 f4, то безусловно горевал бы гораздо больше. Итак, а почему, собственно, была куплена вот такая вот дешевый вариант китового объектива? Ну, во-первых, конечно же, это цена и доступность. При цене 6-8 тысяч рублей довольно трудно как-то обмануть самого себя в плане выбора и того, что тебе хочется иметь в будущем. То есть, если вы не относите себя к коммерческим фотографам, да, вы являетесь фотолюбителем и у вас есть камера Canon, не обязательно полнокадровая, то подобного рода объектив, он даст вам возможность снимать фотографии в очень широком диапазоне и в принципе способен стать объективом на каждый день. То есть, 28 миллиметров на полном кадре, на кропе это у нас получается 35 с хвостиком, 105 это на кропе получается 150, то есть 35-150. Очень хорошее фокусное расстояние на кропе, очень универсальное, поэтому рекомендую. На полном кадре это 28-105, то есть широкий угол и легкий теледиапазон. В моем случае я занимаюсь коммерческой фотографией и данный объектив, данный кит-комплект я никак не выгуливаю на улице, потому что камера большая и я не хочу ее носить, я от нее устаю и тем более я не хочу покупать еще больше какие-то более крутые линзы, ну потому что не хочу еще еще больше утяжелять этот комплект. Вот максимум вертикальную ручку купил, потому что это удобнее делать вот такие вот вертикальные снимки, ну и вообще в принципе смотрится более бомбически, согласитесь. Но это, так сказать, в сторону. В реальности, когда я снимаю портреты, выезжая в студию, то этого объектива мне хватает за глаза. Тогда, когда у меня была лейка X-Vario, там был объектив 28-75, я снимал в основном на 75 миллиметров, на 50 миллиметров, иногда на 35 и редко на 28. Когда же наступил момент продавать X-Vario, то естественно встал вопрос, а что же мне заиметь? Как-то снимать-то на что-то нужно, нельзя же снимать на один там фикс. Ну конечно можно снимать на один фикс, но иногда заказчики требуют поменять фокусное расстояние или там сделать кадр пошире, сделать там наоборот поуже, все в таком духе. И да, можно было купить несколько фиксов, например 50 миллиметров, можно было купить 35 миллиметров бюджетный или какой-нибудь бюджетный там портретник и иметь три объектива. Но в случае студийной фотографии, я хочу сказать, что каждый объектив, он немножечко вносит свои коррективы в плане цветовой схемы, цветовосприятия и цветовоспроизведения. У меня есть такая совершенно замечательная табличка, сейчас я вам ее покажу. Да, я ее по-моему оставил в мобильной студии, но не важно. Да, я сейчас эту табличку не взял, но она из себя представляет цветовую схему с картой для выставления баланса белого. Я ее фотографирую и знаю, что если я не изменяю свет, если не изменяю объектив, то у меня баланс белого будет всегда и везде одинаковый. Если же какой-то из этих параметров меняется, то и баланс белого тоже сбивается. Я очень ленивый человек, я не хочу тратить свое время на вот эти вот поиски баланса белого, когда у тебя немножко все там оттенки разбредаются из-за того, что ты где-то там свет поменял, насадку поменял или объектив поменял. Поэтому я решил, что я не хочу плодить большое количество объективов, тем более с разным просветлением для того, чтобы они вносили свои коррективы в цветовой баланс. Поэтому 28-105 один объектив, я точно знаю, что он ничего от себя не привнесет. Ну и опять же, это простота, удобство и мобильность. В моем случае все довольно просто. Мне не важно, какой резкостью он обладает на открытой диафрагме. Мне абсолютно не важно, какой дисторсией он обладает на широком углу. Мне абсолютно не важно, виньетирует ли он там или не виньетирует на теле диапазоне. У меня есть техническое задание, которому я должен следовать. И оно звучит довольно таки просто. Вспышка 1,160 секунды, диафрагма 8, ИСА 100. Все. И при таких условиях, при таких параметрах, ну, все линзы будут одинаковые, все объективы будут одинаковые. Потому что ты рисуешь с помощью света, а не с помощью объектива. Именно по этой причине я обожаю данный объектив. Ну и в принципе он себе довольно неплохо зарекомендовал в плане того, что он дешев и доступен, и с экономия лишнюю копеечку, вы можете потратить ее куда-либо еще. Купил бы я себе 24-105 или нет? В будущем, возможно, да. Но, если честно, не совсем понимаю, зачем. Да, это хорошая, классная, универсальная линза, но разницу увижу только я, честно. Никто не скажет мне, что, блин, у тебя там дисторсия такая, да, вот на широком углу, такая бочка. Почему? Зачем она нужна? Ты что, не использовал там 24-105? Какой-нибудь крутой F4L? Никто так не скажет. Всех интересует результат, всех интересует идея. И вот эту самую идею я вам сейчас и доношу, что объектив хороший, можно смело брать. Он легкий, классный и дешевый, и закрывает все потребности как фотолюбителя, так и, как видите, профессионала. Но у меня на этом все. Люблю вас и вашим близким, и пока!